Добрый день, дамы и господа. Господин Славинский будет говорить по-немецки, а я буду переводить на русский, потому что мне так будет удобно. Или все знают английский. Наверное, не все, поэтому доклад на немецком, а перевод на русский. Да, да, так будет лучше. Джамин. Добрый день. В последние десятилетия каждая фирма-изготовитель предлагает свой протокол для того, чтобы производить региональную цитратную антикоагуляцию. Diese протоколы sind unterschiedlich. Многие базируются на концепте ЦВВХ, некоторые на ЦВВХ-Д, andere на ЦВВХ-Д, и другие на ЦВВХ-ДФ. И все очень разные. И чтобы не вдаваться в подробности, в связи с регламентом, мы опустим эти моменты. В различных протоколах есть различные недостатки, и не все они проспективно рандомизированы, исследованы. Что все протоколы позволяют, это отхождение от системной антикоагуляции с помощью гепарина, и есть, что особенно важно после операционных больных, и таким образом региональная антикоагуляция с цитратом. У нас много работал. Мы разработали в течение стратом. Это протокол для цитратом антикоагулировки ЦВВХ-Д. Мы начали с днем нового моделя к цитрату, который мы сделали в течение и эффективной антикоагуляции, И наша клиника в том числе разработала собственный протокол, который в данный момент довольно широко используется в Германии в отделениях интенсивной терапии. Мы используем веновенозную гемодиалис и этот протокол был эвалирован и оценен в проспективных исследованиях. Это длительная веновенозная гемодиалис. В правом углу схематически представлена таблица, как это функционирует. Несмотря на то, что мы говорим о диализе, это все еще длительная терапия, которая проводится 24 часа в сутки. В артериальной части, так называемой артериальной части этой системы, туда инфунируется раствор цитрата. Для этого используется специальный раствор диализата, который специально для региональной цитратной антикоагуляции применяется. Окончательный молекулярный состав мы попозже расскажем. И веновенозная часть системы происходит замещение раствора кальция. В этой части мы хотели бы объяснить, почему мы вам рассказываем сегодня о региональном цитрате и какие есть на сегодняшний день рекомендации использования регионального цитратного раствора для антикоагуляции? Это настоящие рекомендации 2012 года опубликованы. У них сказано, что даже больные, которые не находятся в группе риска по поводу кровотечения, особенно после оперативного кровотечения, терапию у них также стоит проводить с региональной цитратной антикоагуляцией. Особенно juga при patientе, которые не имеют высохли, стоит ли ты, чтобы определить цитрата использовать. У ellas есть еще несколько применения. Одна из них есть возможность. Одна из них есть, что веком с Cassius о чем-то оでもе монетонесу, антикоагуляции и вакуруifter, и у нас нет Цитрат. И о чем мы потом относимся к тем теме, которое нам интересует, цитрата поздравляю, что для него есть? А если у вас же антирот ενомлайн-то преимендации для цитрата? Однако есть и противопоказания для региональной цитратной антикоагуляции. И в этом случае ранее полагалось, что печёночная недостаточность – это одно из основных противопоказаний в этом случае. Во-первых, почему цитрата была предупреждена? Почему цитрата была предупреждена как первая антикоагуляция при продолжительной терапии? На том аспекте, почему цитрата была рекомендована как терапия выбора? По поводу этого аспекта есть мета-анализ, который недавно был опубликован в 2015 году. Который сравнивает региональную цитратную антикоагуляцию во время длительной заместительной почечной терапии с системной антикоагуляцией с гепарином. И в результате этого исследования авторы пришли к выводу, что количество кровотечений или осложнений, связанных с кровотечением, в связи с региональной цитратной антикоагуляцией уменьшается на треть по сравнению с гепарином. Риск кровотечения уменьшается на две трети. И это несмотря на то, что во всех этих исследованиях пациенты, которые имели риск кровотечения, были исключены из этих исследований. Тем не менее, даже у этой группы пациентов с малым риском кровотечения в несколько раз уменьшились на фоне региональной цитратной антикоагуляции. Это отчасти объясняется тем, что больные в отделении интенсивной терапии, послеоперационные больные, или больные, которые находятся там в связи с проблемами с печеночной недостаточностью, так или иначе, перси имеют риск кровотечения. Это функционирует практически со всеми протоколами, которые в настоящее время описаны. Не только осложнения, меньше последствия применения региональной цитратной антикоагуляции, но также и эффективность самого метода становится выше. Это показал мета-анализ, опубликованный в 2012 году. То же самое показал последний мета-анализ, опубликованный в 2015 году. Девять рандомизированных, проспективных исследований показали лучшую эффективность региональной цитратной антикоагуляции по сравнению с системной. Это результаты улучшились, потому что улучшился наш опыт применения цитратной антикоагуляции. Это так, как работает гепарин. Чем больше гепарина, то есть этот механизм зависит от дозы, чем больше мы даем препарат, тем больше получаем на выходе изменения коагуляции крови. Раствор цитрата функционирует немножко по-другому. Региональная цитратная антикоагуляция функционирует благодаря уменьшению концентрации ионизированного кальция. Однако, зависимость от дозы ионизированного кальция совсем не пропорциональна, как вы видите из правого графика. Для того, чтобы достигнуть эффективной антикоагуляции и предотвратить свертываемость крови, нужно уменьшить концентрацию ионизированного кальция до менее 0,4 ммол на литр. Для этого нужна доза цитрата в районе 4 ммол на литр крови. Если доза меньше, то тогда, как вы видите из правого графика, коагуляция крови практически не затронута. В настоящих рекомендациях не рекомендовано применение цитрата у больных с уже существующей системной антикоагуляцией, например, послеоперационной больной. Да, я могу сказать, что мы это делаем по-настоящему, и и в том, что мы видим, что данные из наших новых новых исследований, которые мы сделали. В нашем центре, в связи с тем, что у нас довольно обширный опыт применения этой системы, мы этой рекомендации, к сожалению, не придерживаемся, потому что мы видим гораздо большую эффективность при применении региональной цитратной антикоагуляции вне зависимости от риска кровотечения. Результаты нашего последнего исследования, которое мы недавно опубликовали, показывают, время действия фильтра в 98% случаев превышает 72 часа. Такие результаты с гепарином мы практически не можем достичь. Следующий фактор риска, который присутствует в этой системе, это факт того, что приблизительно 50% цитратного раствора, который мы инфодируем в систему, в конце концов оказывается в пациенте. Что происходит потом с раствором цитрата в крови больного? Поэтому этот раствор, цитратный раствор, будет метаболизирован в цикле Крепса. И из одной молекулы цитрата вырабатываются три молекулы бикарбоната, что является само по себе пуфером. В результате метаболизма цитрата в бикарбонат, это приводит к переизбытку бикарбоната в крови пациента. Для того, чтобы этот избыток компенсировать, мы применяем диализный раствор, который содержит меньшее, чем обычно, количество бикарбоната на литр. В результате этого мы можем, с помощью нашего протокола, не только компенсировать алкалоз, которого так боятся врачи в отделе интенсивной терапии, но и лечить ацидоз и компенсировать другие метаболические нарушения. В последней метаанализе не было разницы между системной и региональной антикоагуляцией в области метаболического алкалоза. И даже антикоагуляция с гепарином приводила часто к высокому риску алкалоза, метаболического алкалоза. Это объясняется тем, что в обычных растворах, применяемых для диализата, концентрация бикарбоната приблизительно равна 34-35 миллимоль на литр. Теперь мы немного затронем тему, которая вам больше интересна. Это контраиндикация цитратной антикоагуляции конкретно у больных с нарушением функции печени. Что значит контраиндикация? Это, если грубо сказать, невозможность метаболизма цитрата в цикле Крепса. И это, в свою очередь, приводит к аккумуляции раствора цитрата в теле больного. Если больной не в состоянии метаболизировать цитратный раствор, то это приводит к метаболическим нарушениям. В связи с применением диализатного раствора с низкой концентрацией бикарбоната, соответственно, этот факт и невозможность метаболизации цитрата в бикарбонат приводит к метаболическому ацидозу. Jetzt ist es aber so, wir brauchen das Bikarbonат. Und wenn der Patient aus Gründen einer Kontraindikation цитрат не метаболизирует, fehlt dieses Bikarbonат aus dem infundierten цитрат. В итоге будет der Patient eine metabolische Ацидозе entwickeln. Хорошо. Anderer Punkt Fuss auf der notwendigkeit für kalziuminfusionen. Das als erstes gesagt, warum brauchen wir kalziumsubstitutionen? Wir brauchen sie nicht, um die Gerinnung wiederherzustellen. Следующий Punkt, это восстановление раствора кальция. Нам это нужно делать, потому что часть этого раствора не будет переработана больным и свободный ионизированный кальций не будет таким образом освобожден из комплекса цитрат кальция. Ich hatte Ihnen gesagt, dass wir die Hälfte des infundierten цитратs aus dem Patienten wieder eliminieren. Wir eliminieren das in Form von Kalzium-Citrat. Exakt das Kalzium müssen wir wieder substituieren. Im Falle einer gestörten цитрат-метabolisierung wird das ionisierte Kalzium nicht aus der Kalzium-Citrat-Bindung frei. Wir werden also sehen, dass das ionisierte Kalzium im Patienten abfällt. У больных с недостаточным метabolизмом цитрата мы будем видеть не только метаболический Ацидоз, но и уменьшение ионизированного кальция. В связи с тем, что кальций будет связан с комплексом цитрата. Beziehungsweise, wir werden sehen, dass wir immer mehr Kalzium substituieren müssen. Und das ist nach der Erfahrung das erste und früheste Zeit. Das ist der erste und wichtigste Moment und der wichtigste Punkt, dass der боль nicht mehr метabolisiert Zitrat. Was können wir messen? Wir können die Kalzium-Citrat-Komplexe, wenn sie denn anfangen, mit Zitrat-Kumulation im Blut messen. Das gelingt mit Hilfe der Messung des Gesamt-Kalziums, wo wir dann Zitrat-Kalzium-Komplexe, Protein-gebundenes und ionisiertes Kalzium gemeinsam messen, was dann ansteigt. Wie können wir das laboratorisch ausprobieren? Wir können ausprobieren общigen Kalzium und ionisiert Kalzium. Wir sehen, dass die Teil der общigen Kalzium wird erhöhen, а ionisiert Kalzium wird reduziert. So wird die Teil der общigen Kalzium über 2,5-Jahre über 2,5-Jahre. Viele denken jetzt, dass Leberinsuffizienz eine Kontraindikation für Zitrat wäre. Es gibt so Ende 90er, Anfang 2000er so ein paar Arbeiten, wo das beschrieben wurde. Das ist eine davon. Hier wurde bei Patienten mit Bilirubin größer 7,5 Milligramm für Zitrat. Wir haben in diesem Job, die eröffnet sich, ob diese Patienten Zitrat kumulieren. Und in der Tat ein Drittel der Patienten hat Zeichen gezeigt für Zitrat kumulation. In dieser Arbeit, die eröffnet sich, in 2001 in den USA, wurde gezeigt, dass bei больlichen mit Bilirubin mehr als 7,5 Milligramm für Decilitre, ungefähr eine треть больlichen, die mit metabolischen Zitrat kumulieren. Wir haben uns aber gefragt, wenn wirklich Leberdysfunktion eine Kontraindikation sein könnte, warum klappt es dann bei einem Großteil der Patienten? Das war der Grund dafür eine Perspektive multizentrische europäische Studie zu initiieren, wo wir Zitrat antikoragulierte CVVHD durchgeführt haben bei Patienten mit drei Gruppen der Leberfunktion, klassifiziert über Bilirubin 2, 2 bis 7. Wie gesagt, würden wir erwarten, dass Patienten mit gestörter Zitratmetabolisierung mehr metabolische Acidosen entwickeln, weil aus dem infundierten Zitrat kein Bicarbonat entsteht. Verkürzt nochmal oder schnell dargestellt, hier bei den Patienten auch mit dem Bilirubin größer 7 bestanden dort überhaupt keine Probleme. Wir würden außerdem, wie gezeigt, erwarten, dass wir häufiger oder schwerere Hypokalzimien beobachten, auch hier überhaupt keine Probleme bei den Patienten mit Bilirubin größer sind. Und auch bezüglich des Quotienten ausgesamt durch ionisiertes Kalzium, auch bei dem Patienten mit Bilirubin größer sind eben keine Tendenz zur Zitrat-Akkumulation während der Behandlungszeit. Also kann man sagen, Leberversagen ist keine Kontraindikation für Zitrat. So richtig verwundert hat uns das Ergebnis auch nicht. Und auch für Sie vielleicht, wenn Sie mal mit einem Leberersatzverfahren gearbeitet haben, wie diesem hier, es gibt noch eine andere Maschine. Diese Verfahren arbeiten mit Zitrat-Antikoagulation und werden eingesetzt zum Leberersatz bei Patienten mit schwerstgestörter Leberfunktion. Wir kennen keine Ahnung, Sie wissen genau. Wir kennen uns mit einer Arbeit. Wir haben zunderland, wo wir 2015 ein paar Jahre haben, wo die Kollegen mit 20 aufzututut und 77 unterzumfalt geht über den Betten mit Zitrat-Akkumulation mit einem Sitzrat-Akkum-Akkumulation mit Zitrat-Akkum-Akkum-Akkum-Akkum. Und in dieser Systeme die auch sie benutzen, sogenannte Несмотря на то, что, естественно, функция печени была значительно нарушена. Если не нарушенная функция печени, то что же тогда может являться для вас контраиндикация для применения этой системы? Это наши ретроспективные данные за три года исследований, где мы в общей сложности около больше тысячи больных лечили длительным диализом с региональной цитратной антикоагуляцией. И инциденция нарушенного цитратного метаболизма не превышала 3%. Если вы приблизительно знаете, какая эпидемиология HIT или гепарин-индуцированной тромбоцитопении, то она гораздо выше, чем 3%. Если бы вы применяли системную антикоагуляцию, то осложнения от системной антикоагуляции были бы гораздо выше, чем региональная цитратная антикоагуляция. Что было общего у этих больных? Это лактатный ацидоз, который был диагностицирован в момент цитратной антикоагуляции. Объяснение этому очень простое. Ацидратный метаболизм – это аэробный процесс и зависит от кислорода и адекватной оксигенации тканей. Лактатный ацидоз, в свою очередь, показывает нам то, что оксигенация не является адекватной у больного и его аэробный процесс переходит в анаэробную фазу. И таким образом цитратный метаболизм эффективно невозможен. Поэтому это скорее пациенты с повышенным лактатом и лактатным ацидозом – это те больные, которые находятся в группе риска для цитратной аккумуляции. Особенно подтвержден риск у больных, которые принимают метформин, который вызывает лактатный ацидоз, и больные с передозировкой парацетамола. Мы продолжаем в анализе. Эти тысячи пациентов, я не хочу на то, что я не хочу на то, но я хочу вам просто показать результат. Что мы также также установили, это не только в основе лактата, что предпочитает, что цитратная аккумуляция нарушает, это гораздо больше кинетика лактата. Это значит, что у пациентов, которые уникально высокий лактат, но это потом в курсе. Но у этих пациентов нет проблем с цитратом. Наши дальнейшие исследования показали, что не столько лактат сам по себе, и начальная концентрация лактата предопределяющее значение имеет, как кинетика изменений лактатного ацидоза. Если лактат падает, то возможность цитратной аккумуляции незначительно. И это тоже есть объяснение. Уже даже в 1957 году в этой публикации авторы пришли к выводу, для метаболизма цитрата нужен кислород и нужны нормально функционирующие метахондрии и дыхательные цепи. Поэтому от мысли того, что изменение в структуре и функции печени является контриндикацией для применения цитрата, нужно постепенно отходить, потому что метахондриальные процессы происходят по всему телу, особенно в мускулатуре и так далее. Поэтому мы работаем сейчас за 10 лет с цитратом. Таким образом, в заключении хотелось бы сказать, что у нас накопилось 10 лет опыта работы с региональной цитратной антикоагуляцией. Мы можем заключить, что эффективность и метаболический контроль позволяют нам без осложнений проводить эту терапию. Количество осложнений, конкретно цитратной аккумуляции, очень низкое. Нарушения функции печени сами по себе не являются строгой контриндикацией для применения региональной цитратной антикоагуляции. Скорее, лактатный ацидоз и повышение уровня лактата и неизменение уровня лактата с течением времени являются основным фактором риска для цитратной аккумуляции. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.